В Казанском федеральном университете подвели итоги и наградили победителей студента года 2021. Давыдов, Денис, Институт международных отношений. Несмолкаемые аплодисменты. Поздравляем победителей и желаем всего самого лучшего. В Казанском федеральном университете реализуется проект по цифровизации музейных коллекций. Какие экспонаты появятся в КФУ? Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Надежда Мещерякова. На площадке КСК КФУ Уникс прошло традиционное мероприятие, посвященное подведению итогов главного конкурса среди обучающихся. Студент года Казанского федерального университета 2021 года. Подробнее в нашем сюжете. Сегодня в этом зале собрались самые достойные студенты, которые не только хорошо учатся, занимаются научными исследованиями, но и принимают активное участие в спортивной, культурно-массовой и общественной жизни. Открывая торжественную церемонию награждения, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров отметил, что студенческие годы – это лучшее время для новых открытий, а также поиска нужной дороги и верных друзей. В стенах университета наши студенты знакомятся друг с другом. Вы являются ранее, может быть, не проявившиеся стороны их таланта, и здесь на сцене вы выкладываетесь по полной. Ежегодно конкурс «Студент года КФУ» становится одним из самых главных событий университета в преддверии Нового года. На суд жюри конкурса направляется невообразимое количество портфолио, демонстрирующих достижения студентов, а также общественных организаций и объединений. По смене в концертном зале то наступала волнующая тишина перед оглашением результатов, то звучали нескончаемые аплодисменты в адрес творческих коллективов, выступающих на сцене. За три часа церемонии в девяти блоках были названы победители и лауреаты в 23 номинациях. Особое внимание было уделено преподавателям. Ректор КФУ выразил слова глубочайшей благодарности профессионалам своего дела. Каждый из них еще и воспитатель, причем воспитатель с большой буквой. Получить признание собственных учеников – это, наверное, самое сложное. Для нас очень большая честь получать сегодня эту награду, потому что вы все сидящие здесь в зале, дорогие наши студенты, вы наши работодатели. Победителем самой главной номинации стал магистрант Института международных отношений КФУ Денис Давыдов. Буквально два дня назад он также стал абсолютным победителем и обладателем гран-при российской национальной премии «Студент года-2021». Эта победа, в первую очередь, победа всего университета и всех студентов. Я лишь стал просто олицетворением этой победы внутри университета и внутри нашей страны. Все лауреаты получили памятные дипломы, традиционные шарфы студента года КФУ и цветы. А победителям досталась долгожданная статуэтка, которая еще долго будет напоминать им о замечательном достижении. В Казанской ратуше состоялся традиционный бал, ежегодно проводимый лицеем имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Нынешний бал был посвящен Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Приобщиться к высокому, станцевать вальс, прочитать стихи, сегодня пришли все учащиеся лицея без исключения. На площадке КСК КФУ «Уник» состоялось традиционное мероприятие, посвященное подведению итогов главного конкурса среди учащихся – студент года Казанского федерального университета. В одной из номинаций победила корреспондент службы новостей телеканала «Универ ТВ» Надежда Мещерякова. Смотрим! Ежегодно конкурс студент года КФУ становится кузницей громких именных событий в истории университета. Всего на сцене «Уникса» были объявлены победители 23 номинаций. В одной из них лучшее информационное освещение победила корреспондент службы новостей телеканала «Универ ТВ» Надежда Мещерякова. Она поделилась с коллегами рассказом об этапах отбора и о том, как ей далась победа. Вы делаете свое портфолио, где вы полностью прописываете все свои достижения, все свои работы. Затем уже по результатам отбора вы проходите в очный этап при хорошем исходе. И, соответственно, уже в очном этапе проходит самопрезентация. И потом вы просто ждете волшебной смс-очки или звонка о том, что вы проходите в финал, соответственно, на награждение. Творческий путь Надежды в освещение Казанского федерального университета начался осенью 2020 года. Именно тогда она впервые пришла на кассинг ведущих новостной отдел «Универ Ньюз» телеканала «Универ ТВ». Пройдя конкурентный отбор и став ведущей, Надежда не ограничила этим свою творческую деятельность. Она открывает для себя двери в отдел молодежных телепрограмм, где забновляет формат дневников фестиваля «Студенческая весна» и «День первокурсника». Становится ведущей галоконцертов прямых эфиров. Помимо этого становится ведущей своей собственной программы «Соцвопрос», где они с оператором выходят на улицы Казани и задают совершенно случайным прохожим каверзные и необычные вопросы. В ноябре 2021 года я принимаю новый вызов и иду уже работать корреспондентом в новостной отдел телеканала «Универ ТВ». И на данный момент это моя основная работа, моя жизнь. И я надеюсь, что Казанский федеральный университет никогда не перестанет давать такое огромное количество инфоповодов. Совсем недавно «Надежда» представляла Казанский федеральный университет на реалити-шоу «Игры разума», организованном Минобранауки в городе Севастополь. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. В общежитии Казанского федерального университета по адресу Гвардейская, 32, был проведен ремонт в рамках инициативы творческих студентов из Института дизайна и пространственных искусств. Подробности далее. Оформляя то или иное пространство, ты вкладываешь сюда частичку любви, частичку теплоты. Инициатива студентов Института дизайна и пространственных искусств не могла остаться незамеченной. Ведь отныне четвертый этаж общежития Казанского федерального университета на Гвардейской, 32, сложно узнать. Идея создания арт-отряда для преображения общежития была такой же быстрой и точной, как и реализация задумки. Мы считаем, что ребята, создавая что-то, прилагая труд, более заботливо потом и относятся к своему пространству, к тому месту, где они живут. Благодаря поддержке ректора КФУ Ильша Тагафурова были куплены строительные материалы и организована бригада профессионалов, которая помогла студентам воплотить проект в жизнь. Профессиональные работы, как электрика, какое-то выравнивание, санузлы, то есть это все, естественно, делали профессионалы. А за ребятами оставались те работы, которые они могут выполнять, не имея какой-то специальной квалификации. Творческие и сплоченные ребята из Института дизайна вместе с коллегами из Института филологии и межкультурной коммуникации принимали участие в проекте «Всем этажом». Сначала поменяли пол, то есть здесь был ужасный просто линолеум, его поменяли на новый. Позже покрасили все стены и дальше уже всем этажом мы покрасили двери. То есть каждый студент, который проживает в своей комнате, покрасит свою дверь. Студенты уверяют, что проделанная работа – это далеко не конец. Аналогичный ремонт будет проведен и на пятом этаже общежития. Надежда Мещерякова, Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. В КФУ создается трехмерная графика музейных экспонатов. Подробнее в нашем следующем сюжете. В Казанском федеральном университете реализуется проект по цифровизации музейных коллекций. В 2018 году была закуплена система учета музейных предметов КАМИС, благодаря которому будут создаваться виртуальные выставки музейных предметов из собрания музеев Казанского федерального университета. Также с начала года, благодаря выпускникам Химического института имени Бутлерова, которые подарили музеям КФУ профессиональные фото и осветительные оборудования, проводится создание 3D-моделей музейных предметов. Специалист по учету музейных предметов Юлия Салот создает модели гипсовых геометрических фигур музея имени Лобачевского с помощью технологии фотограмметрии. Это такая технология путем создания 3D-моделей с помощью снимков фотографий реального времени, реальных предметов. Данная технология происходит путем триангуляции, когда берутся конкретные точки предмета и проецируются, помещаются в определенную проекцию, в определенную плоскость, определяется ее ориентация и далее в программе уже обрабатывается. Компьютерное зрение может сопоставить конкретную точку объекта и определить ее положение в пространстве, если данная точка присутствует на трех и более фотографиях. Первое, что необходимо сделать перед съемкой объекта, понять, какое количество света отражается от скульптуры, местоположение самого объекта съемки, не отражают ли свой цвет на модель какие-либо другие поверхности. Уже исходя из ситуации, следует подбирать необходимое сопутствующее оборудование. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях или на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»